Покинулись, выкинулись, прямо, вдох, выдох. В рамках проекта «Активное долголетие» в видновских парках два раза в неделю проходит занятие по скандинавской ходьбе. У инструктора Людмилы Лозинской две группы, в каждой более 20 пенсионеров. С каждым днем количество поклонников скандинавской ходьбы только растет, вот ведь этот вид активности практически не имеет противопоказаний и доступен в любом возрасте. Скандинавская ходьба для здоровья нам нужна. Поликлинику не пойдем, лучше с палками пойдем. Занятия укрепляют опорно-двигательный аппарат, улучшают кровообращение, нормализуют артериальное давление, то есть оздоравливают организм в целом. При этом за счет использования палок нагрузка на суставы и колени минимальна. У меня немножко со здоровьем было, может быть, сердцем, что-то с сосудами, мне голова кружилась. Я просто чуть-чуть пораньше уходила, а сейчас, в общем, даже получше стало. То есть сейчас вы остаетесь на целое занятие, и все хорошо? Да, все хорошо, да. Раиса Михайловна Акулова посещает занятия с октября. До этого, говорит, тренировалась самостоятельно, но, как оказалось, не совсем правильно. Исправить ошибки быстро помог инструктор. Сегодня наша команда прошла 4675 шагов. Вот это за половину нашего занятия. Сейчас мы еще пройдем 2-3 круга, и будет 6 с лишним тысяч. И это всего лишь за час занятий. При том, что медики советуют людям пожилого возраста совершать не менее 10 тысяч шагов ежедневно. Но скандинавская ходьба, признаются пенсионерки, это не только спорт. Чтобы не было нам скучно, чтобы мы поняли, что мы кому-то нужны, вот, это просто замечательно. А то сидим, как говорится, в четырех стенах, ходим там в трех соснах, а здесь сразу у нас и дружба завязалась, много женщин. От всех наших девочек, я могу сказать, что мы все очень довольны. Многие из них участвуют в областных соревнованиях, фестивале по скандинавской ходьбе «Ходи, Подмосковье» и неизменно показывают отличные результаты. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Витнет. Субтитры создавал DimaTorzok